Вперёд, вперёд, вон нормально. Разрешение на строительство получено. Казметростроевцы взялись за работу. Начинают огораживать территорию. Стартовым участком второй линии метро будет станция Сахарова. Она пройдёт вдоль проспекта Камалеева, перед поворотом в сторону Казанского ипподрома. Обозначаем территорию, где это всё будет завозиться, где будет машина монтироваться, где сама станция. Когда территорию огородят по периметру, здесь установят строительный городок и начнут забивать балки для котлован. Он будет прямо подо мной. 24 метра в ширину и 14 в глубину. Хорошо. Ревкат Низамов в строительстве 40 лет. И для него это 12-я по счёту станция в Казани. Если всё пойдёт по плану, тоннели-проходческие машины начнут прокладывать путь уже к лету. По определённости там 100 с лишним метров будет под станцию. Сама платформа только 102 метра идёт. А в общей сложности где-то около 180 метров. Вторая ветка метро на 3 километра длиннее первой приведёт к улице Восстание. Первый этап – это 4 станции. Сахарова, 10-й микрорайон, Ломжинская и Фучика. С их открытием пассажиропоток увеличится в разы. Большой поток людей ездит. Это было разгрузило очень. Я живу на квартале. То есть, когда на трамвае получается, когда трамвай не ходит, приходится на автобусе. На проспекте есть метро, здесь нет метро. То есть, это минус большой. Чтобы людям было хорошо, пусть сделают. Жители столицы в ожидании открытия станции Дубравная настанет конечной станцией первой линии Казанского метрополитена, а также пересадочной на вторую ветку. Сейчас здесь идёт монтаж электрооборудования, отделочные и пусконаладочные работы. В мае, как только осядет грунт, начнут благоустраивать территорию. Точной даты открытия пока не называют. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.